Привет всем! Как и обещал, сегодня я хочу вам рассказать об одном, скажем так, литературном произведении, которое вызывает много споров и резонансов в мире до сих пор. Скажу сразу, эта книга была написана более 80 лет назад, но на данный момент она является одной из, скажем так, запрещенных книг. Именно поэтому особенность книги то, что она запрещена и вызывает такой импурный интерес к ней, как, например, в советское время был запрещен архипелаг ГУЛАГ Солженистных, поэтому все рвались его почитать. Но, как оказалось, ничего особо интересного и поучительного в этой книге не было. А сегодня мы поговорим с вами о другой книге, и это будет «Майн камф» Адольфа Гитлера. Сама книга по себе сейчас является запрещенной к изданию, но имеются различные возможности для ее прочтения, в том числе на просторах интернета. Скажем так, книгу я прочитал, и именно поэтому я хочу сделать на нее обзор, чтобы у многих из вас рассеять мифы и, скажем так, предрассудки, которые сложились у тех, кто прочитал и тех, кто еще не читал. Ведь мифы с этой книгой, они зачастую появляются из ниоткуда, просто потому, что она запрещена. А раз запрещена, значит, там прячется много правды и истины где-то рядом. Но на самом деле все немного не так, и все гораздо проще, поэтому во всем по порядку. Итак, первый момент в книге, который описывается, это отношение действующей Германии к России. И действия охватывают в основном всю жизнь Адольфа Гитлера, и поэтому в том числе идет упоминание о России. Отношение к России идет сразу с первых же строк. Это непримиримая борьба с Россией, которую, по словам Гитлера, захватили жидомасонские большевистские орды. И на это должны быть затрачены любые средства. И в этой войне, скажем так, все средства хороши. Вот. Дальше идет такое, скажем так, отступление, и рассказывается небольшая, кратенькая справочка из биографии жизни самого Адольфа Гитлера, о его детстве, юношестве и уже, скажем так, становлении как личности. Какие факторы на него повлияли, кем он был, откуда он происходил родом, в каких условиях жил, и что в это время происходило, по его взгляду, вокруг и около с ним. Напомню, что человек Адольф Гитлер, в силу того, что писал эту книгу, везде чувствуется в книге контраст именно эмоциональный, а не материальный. Что очень на самом деле скептически настраивает людей на истинность изложенных фактов. В силу того, что эмоции зачастую обманчивы. Что, собственно говоря, и отражено в книге. Далее идет описание его становления уже как юноши и жизни в Австрии. Напомню только о том, что Адольф Гитлер – это человек, который жил в Австро-Венгрии, именуемый просто Австрией. Именно поэтому человек на самом деле с детства слабо себе представлял действительно Германию и в полном смысле понимание слова «немецкую нацию». Ведь в силу того, что Австрия, на тот момент Австро-Венгрия была глубоко намешана в плане национального состава. Там жили немцы, там жили чехи, там жили словаки, там жили венгры. И также часть Австро-Венгрии входила тогда в Польша. Что, кстати, отражено в книге Адольфа Гитлера. В саму Германию Адольф Гитлер переехал весной 1914 года, то есть незадолго до начала Первой мировой войны. И переехал он именно в Баварию, в город Мюнхет. В силу того, что человек долгое время, скажем так, вообще до этого никогда не жил в Германии, он не знал точного менталитета немцев. И принял во внимание тот факт, что в 1914 году Бавария – это полунеезависимое государство, которое имело даже своего короля, хотя и формально подчиняющегося кайзеру Вильгельму, но тем не менее это было полунеезависимое государство, которое не считалось полуноценным еще членом Германской империи. Так вот, после начала Первой мировой Бавария, верная своим, скажем так, национальным чувствам и союзническому долгу вступила в войну на стороне Тростяного Союза, и часть полков была сформирована из Баварства, в которые, грубо говоря, сам вступил Адольф Гитлер и был участником Первой мировой войны на стороне Германии. Этот момент очень подробно описывается в книге. Его настроение, его разговоры и его знакомство в этот момент происходит как раз с марксистами, которых он всячески ненавидит, порицает и, скажем так, хулит. Именно поэтому в дальнейшем Адольф Гитлер считал главной их болезнью и главной заразой своего времени именно большевизм. В той же своей книге он в это же время призывал к активному вмешательству в дела марксизма и борьбы с ним как со стороны идеологии буржуазных партий, которых он считал довольно слабыми, так и, грубо говоря, и даже христианские конфессии, которые на тот момент разделяли Германию на протестантов и католиков. В борьбе с марксизмом он призывал к объединению протестантов и католиков. Доктрина его была такова, что христианство должно победить марксизм, потому что марксизм – это еврейское учение о всемирном и мировом еврейском заговоре. Но, грубо говоря, то, что маркс был евреем. Но, опять же, если оперировать чисто голыми фактами, то давайте вспомним, принимая во внимание то, что маркс был евреем, то это немаловажный факт, что и сам Иисус Христос был тоже, на секундочку, евреем. Но этот момент Гитлер как-то аккуратно обходит и обтекает, и не обращает на это никакое внимание. Все проблемы Германии для него существуют только в самой внутри Германии и никак не зависят с внешними факторами. То есть, что говорит о том, что кругозор у человека был, мягко говоря, небогатый. Проигрыш в войне его приписывают дезертируемым предателям. Всяческие попытки, скажем так, найти причину поражений в экономических проблемах и в том, что Германия тупо не выдержала экономическую, скажем так, борьбу с своей страной, он тоже всячески отрицает. Что говорит тоже, мягко говоря, о невысоком, скажем так, кругозоре этого человека. Опять же, Гитлер очень умело и очень страстно оперирует эмоциями и эмоциональными чувствами, что в книге будет в полной мере отражено. В итоге Гитлер приходит к результату о том, что все подонки предатели, все желали Германии только поражения и надо было давить до конца, мочить всех подряд, т.д. и т.п. И главный враг Германии – это, естественно, Франция, которую надо будет при первой возможности, скажем так, расхлашматить и отомстить из-за поражения. Собственно, этим и пропитана также большая часть книги. Это, скажем так, настроением реваншизма и желанием отпущения за поражение в Первой мировой войне. И, естественно, это Россия, которая даже когда была под эгидой Романовых, которые в большинстве своем были немцы, тогда она из себя что-то могла еще представлять. Но, как, опять же, писал в своей книге Гитлер, в 1917 году были уничтожены лучшие, скажем так, представители мыслящей составляющей России. И поэтому сейчас Россия будет обречена на вымирание, а лучше всего ее уничтожить. Именно поэтому он оперирует тем фактом, что мы должны провести примерно такую же чистку в Европе, уничтожить евреев, цыган, все славянские народы. И вот тогда получит, скажем так, счастье и наступит всеобщее благо. Восхищаясь, опять же, своим пришественникам из Соединенных Штатов Америки. Но очень важный факт, то, что Гитлер сразу же оперирует к тем моментам, что войну никакой он начинать снова не будет, не заключив, скажем так, долгосрочный союз и союзские обязательства с Англией. На что он оперирует тем, что Англия – давний союзник Германии, и только прикрывшись, грубо говоря, нейтралитетом со стороны Англии, можно начинать новую войну. Попросту говоря, в двух словах, книга пропитана сугубо только эмоциями, воплями и давлением на национальные чувства. Материальная база крайне слаба и нерассудительна. Враги называются Германии открытым текстом, и вся суть сводится к тому, что грядет очередная бойня, и мы должны попробовать взять реванш за поражение в Первую мировую. Собственно, на этом все. Если вам понравился ролик, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!